Восвятая служба информации телерадио компании Гомелю, студия Александра Гамоля. Добрый день. Волочение кандидатов у члены Совета Республики Национального Схода Беларуси распочалось осенья и продолжится по 19-е жнивня уключна. Волочать кандидатов будут президиумы Мясцовых Советов Депутатов Базового Узровня и ответные выконками. Непосредственно сами выборы сенаторов пройдут с 25-го жнивня по 13-е вересня на посаджениях Мясцовых Советов Депутатов Базового Узровня областей депутатов Мингорсовета. Выники выборов повинны быть кончатково подведены не позднее за 30-е вересня. Протягиваем выпуск. Управление антимонопольной и ценовой политики Гомельска Габлова-Канкама проводит проверку гандлевой сетки региона. Те были зафиксованы о спробы незаконного повышения цен после деноминации, доведалась Ганна Ковалева. З нагоды проведения диноминации Управление антимонопольной и ценовой политики Гомельска Габлова-Канкама разгорнула масштабную проверку гандлевых объектов. Головная мета – выявить тех, кто перед сменой грошовых номиналов выросил выкористать для накрутки цен. Другая мета – проверить. Ци усе гандлевые кропки позначили на ценниках диноминованные суммы. А в первых выниках проверки на пресс-конференции журналистам распавел начальник управления Андрей Сушчевич. Повод для его слов, порушения выявили у пяти гандлевых объектах. Нарушения были в том, что цены на отдельные товары на ценниках были указаны в старых денежных единицах. Это в денежных единицах образца 2000 года. Всем вот этим, значит, нарушителям были направлены требования с тем, чтобы ценники и иная информация о цене товара были приведены в соответствии. Уже зараз усе выявленные порушения ликвидованы. Виноватые притягнуты до дисциплинарной отказности. Усяго специалисты АБВК «НКАМА» проверили больше, как 30 объектов у разных гандлевых сеток у разных районах в области. Агульный выник мониторангу. Гандлевая сетка «Хомельщина» отказно подышла до потребований, связанных с деноминацией. Факта у незаконного повышения цен не выявлена. И в целом, калеказать об повеличении лечбы на ценниках, навод за опошние полгода резкого росту не назиралось. Практически все остается на уровне 100%. А по отдельным товарам даже где-то немножко и сбросилось, скажем так, рост цен. Допустим, в Житковичах чай черный байховый. Индекс роста составил 92,4%. То есть, наоборот, где-то снижение цены. За минулый месяц в середнем по краине инфляция склала 0,4%. Такие ж лечбы и у Хомельской области. Специалисты означают, что это довольно становчивый показчик. Дорогие, контроль за усталеванием цен и выполнением потребований, связанных с деноминацией, будет протягиваться. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадокомпания «Хомель». Деноминация не выкликала ускладнения в работе организации жилево-коммунальной господарки региона. Об этом поведомил сегодня наместник генерального директора Державного объединения жилево-коммунальной господарки Гомельской области Сергей Казачок. И он принял удел в программе «Задай пытание уладе» на радио «Гомель плюс». Как означал гость в студии, деноминация процесс складаны. Однако проблем при переразлику тарифов по-новому не возникло. Была проведена ответная подыхтовчая работа. Загадя заменена программное забеспечение. Проведены широк информационных мероприемств с насильницей. Как людям было простее разобраться, у червенских жировках все суммы, кроме тарифов на жилево-коммунальные послуги, позначены у доминованных и недоминованных грошах. Наступные жировки будут у грошах узора 2009 года. Тарифы были уменьшены в 10 тысяч раз и были округлены до 4 знаков после запятой. Связано было это с тем, чтобы не допустить роста цен, потому что, конечно, при округлении до 2 знаков могут произойти округления, и за счет округления будет происходить рост цен. Поэтому тарифы были проденоминированы 10 тысяч раз и, соответственно, округлены до 4 знаков. У Гомеля распочался сезон школьных кермашов. До нового научального года областным центром будут працовать 3 основные гандлевые пляцовки. Две из них уже открыты для покупников. Постоянно деющие школьные кермаши працуют каля крытого павильона центрального рынка и гандлевого дома Рычицки. Тут дитяшую вопортку, обуток и канцелярские товары в широком ассортименте можно набыть до 4 вересня. Покупникам пропонуют деловые и спортивные костюмы разностайной каляровой гаммы и фасонов для усих взрослых групп школьников. Причем набыть их на школьных кермашах можно по сниженных ценах. Скидки пропонуют не только державные гандлевые организации, а и индивидуальные предпринимальники. В период школьной ярмарки мы делаем скидки в этом году. Для многодетных семей 20% скидки, а кто берет более двух единиц товара, то 10% скидки у нас идет. Это наш белорусский товар, он не уступает зарубежным товарам. Размерчики все присутствуют, поэтому мы приглашаем покупателей за товаром, одевать своих ребят, готовить к школе. То есть у нас есть, что предложить. На данный момент нам предоставили поставщики очень хороший выбор товара. Самый ж буйный школьный кермаш будет працовать по выходных, починающий с 6-го жнивня на площади Паустанья. До инших темп, яны за рулем с контрабандной сброей после незаконного полевания. Инспекторы природы Аховы затрымали в Калинковицком районе жихара Российской Федерации. Усе подробязности резонансной справы в материале Виталя Долгого. Стрелы, когда рыжки Тургий, не на жарт устревожили мясовых жихаров. Спочатку яны потелефоновали участковому, а уже той выклика у супрацовников отдела Аховы Живельная и росли на освету. По гаражных следах на властном автомобиле с российскими номерами был затрыманный жихар у Владимирской области. Прынь знайдзены поляунейший арсенал. Прышлось обыкликать инспекторов ДАИ. Гэта ситуация скончилась для гостя с Россией великим штрафом. Больше, как полторы тысячи денаминованных рублев и депортаций. Наши работники вызвали работников милиции, государственной автоинспекции. За все три совершенных нарушения гражданин привлечен к административной ответственности и депортирован с территории Республики Беларусь. Он понес административную ответственность за нарушение в области обращения с гладкоствольным оружием. Ну и, соответственно, по линии ГАИ был наказан. И по части 1 статьи 15.35 административного кодекса за... 15.37 административного кодекса за незаконный охот. Выпадок за сброенным туристом на нашей территории из Усим не уникальный. Некольки месяцев тому в Добружском районе была затримана группа ЖХРУ Подмосковья на позадорожниках с великим боекомплектом для наразной и гладкоствольной сброи. Казали, что заблудили. Хоть у инспекции Аховы Живельная и Раслина Освету есть с догадка, что такие визиты заусим не выпадковые. У преграничных зонах радиоактивного забручживания на белорусском боку живности сегодня куда больше, чем на российском. И, дарыши, говорка идти не только про полевание аллей, про рыбаков-браконьеров и порушальников мяжи. Подобная ситуация характерна у нас для территории Ветковского, Чечерского районов. Там, где имеется непосредственно граница с Российской Федерацией, Добрусский район, охотники либо сознательно, либо неосознанно переходят с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. И здесь уже как бы задерживаются нашими сотрудниками. В этом году были случаи задержания россиян, в том числе и с нарезным оружием, и с боеприпасами для нарезного оружия уголовные дела возбуждались. Варто отзначит, что каждый тыдень по краине фиксуется коля 10 фактов незаконного полевания и по сотне браконьерства на воде. В среднем природооховники конфискуют по 3-4 незарегистрованные стрельбы и 5 километров рыболовных сеток. Виталий Долгий, Михаил Рабхов, Телерадио, компания «Гомель». Створальники передачи «Добрый вечер, Гомель» пропонуют сегодня приемно провести час у компании гостей информационно-забавляльной программы. У студию завитаются працовники Державной инспекции по маломерных судах, а так само актеры Гомельского областного драматичного театра. У первой части программы размова поэдзе про правила беспечной эксплуатации маломерных судов. Что год на Гомельчине повеличивается колькость уладальников лодок с мотором и водных мотоциклов, але не усе аматеры от пашинку на воде проходят процедуру регистрации плавсродков належным чином. Гости первого блоку программы откажут на самое популярное пытание по этой теме. Пораять, як выбрать вратовальную камизельку, без чарги зарегистровать лодку и пройсти тыхагляд. Героями другого блоку сегодняшней программы станут Мастацкий керавник областного драматичного театра Сергей Лагутенко и молодые актеры-телеглядачы доведаются об новинках репертуара и об тем, як створался новый спектакль Ромео и Джульетта. Глядитесь сегодня программу «Добрый вечер, Гомель» на телеканале Беларусь 4 у 19.30. Гэта иншая навиды вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tv.gomel.by. На этом выпуске завершенный. У студии працавал Александр Гомоля. Добрых вам новинов и до встречи!